Для того, чтобы считаться респектабельным человеком, надо было уметь доставать колбасу. Сию колбасу, яка колбаса, ну, в них, напевно, такие понятия будут. Мы готовим русское блюдо. Ну, в начале, как вы видите, много обещающих, как говорят. Грамм 200 квашеной капусты. Питание для знатоков, при чем квашеная капуста до столяны? О, пошел крепкий пряный дух, настоящий, хороший, добротной русской кухни. Ну, что поделать, так у меня руки устроены. Хорошо, очень хорошо. Хорошо, очень хорошо. И ведь я ни грамма соли еще не добавлял. Это такой просто мерзкий тип. Витаю вас, глядачи и подписчики моего канала. Меня зовут Андрей Клюз, и это ваша любимая рубрика «Хрючево». В сегодняшней передаче до нас зашел такий персонаж, как Ханкишиев. Я когда уже снимал на него огляд, он готовил украинский борщ. Сегодня я решил посмотреть еще одно его «Хрючево». Вы просили, поэтому, пожалуйста, приймайте с вас, как всегда, небольшой донат для приближения победы, бонусом лайк, подписка, коментарь с 8 слов, поширение среди друзей для просвещения моего канала и украинского ютуба в целом. Поэтому, если вы готовы, то поехали. Нет, сметливые повара придумали готовить из этого знатный и очень уместный для второго дня после праздника суп. О, пошел крепкий пряный дух настоящей, хорошей, добротной русской кухни. Да такой уточкой могут гордиться мишленовские рестораны. Кажется, солянка получается очень густой. Ну, что поделать, так у меня руки устроены. Ну, в начале, как вы видите, много обещающих, как говорят. Давайте смотреть. Ведь еще совсем недавно по историческим меркам, для того, чтобы считаться респектабельным человеком, надо было уметь доставать колбасу. Причем доставать... Цикавая фраза. Для того, чтобы колбасе быть респектабельным человеком, надо было уметь колбасу доставать. Чью колбасу, и какая колбаса. Ну, в них, напевно, такие понятия были. Не из домашней коптильни, а по-настоящему дефицит. Но именно в колбасе, которая сейчас сколько угодно, я думаю, состоит главная причина исчезновения из нашего кулинарного репертуара очень многих вкусных, очень красивых, достойных русских блюд. Ну, да. У всех же же коптильни дома есть, у всех есть качки, ну, типа, для того, чтобы солянку готовить. Взагалі солянка – это такая страва, такий суп. Как на меня, он должен быть в миру рідкий, в миру густый. Но вы, я думаю, уже дивились его на моем канале. Кто не смотрелся – обыдевается. Но суп – это, он готовится, ну, взагалі, из таких продуктов, которые у вас есть. Это копченосты, там, колбасы, там, осталось мясо запечено, додали туда, типа. Плюс там еще по деяких рецептах идут нирки, сердца, типа. Ну, это такая страва, была завжди бедных людей. В кого там что было, то и готовили. Ну, как то было колись, так. Но он, бачите, уже поднимает ревень, поднимает ревень продуктов. Тобто, он уже берет копчену качку, власного виробництва. Он уже понимает, что так, как в него, готувати, ну, напевно, что будут там одиницы. Потому что не у всех есть такие возможности. Ну, окей, давай ты, давай. Колбаса была походной едой. Отгрызь себе сколько надо и иди своей дорогой. Но никогда колбаса не предназначалась для подмены собою всего рациона питания. Я колбасу практически не ем. А когда мне бывают нужны разносолы, закуски, копчености, то у меня всегда дома есть кусочек по страми, копченое курдючное сало. Да и вот утку либо гусей очень люблю коптить. Ну да. Понятно, что у всех же таки есть. Повторюсь, напевно, уже в який раз. Ну, окей, давайте будем готувати, как-то скажут, домашние качки копчено, какие-то там курдюки, все пастрами. Та тоже что приготувати пастрами, кто не знает, можливо я как-то приготую. Ну, саме тяки мясо мае засолюватися в соляном таком розчині тиждень. Только мясо. Потом воно еще мае на низкой температуре готуватися. Я готував его в Сувиде в 48 годин. А потом, а потом, воно уже мае там нарязатися и там подпекатися и доставлюватися уже типу таких, чтоб шкориночку дати. Розумеете? В середине воно соковите, воно класти, но готуется воно до 10 дней. Сегодняшнее блюдо немыслимо без копчености. Я говорю о солянке. Суп, который готовится, в том числе на пассерованных овощах. Конечно, пассеровать лук да морковку можно и на растительном масле. А что, если вытопить немного курдючного сала? Не, ну на сале то ясно будет смачнейше. Это питань нема. Посмотрите, какая красота. Знаете, только кажется этого... Я ранее не мог его раскусить, но я уже понял, какой он. Он просто гнилий до неможливости. Это такой просто мерзкий тип. И то, что он сейчас вот так себя ведет... Это типа просто актерочка. Вот как у Висоцкого актерочка, так и в него. Только в него актерочка на таком хорошем уровне, что он такой милый, классный дедус, и он там готовит. А на самом деле он не такой. А как может выйти что-то смачное, когда вы готовите не с любовью. Ну, это неможливо. Мы, группа сил специальных операций, вернемся за допомогою в открытии збору до Андрея Клюса и его аудитории на универсальные окопные антимультикоптерные засоби РЕП, а также на защитные анти-ФПВ-купалы для нашего подразделения. Данные засоби збережут наше життя и нашу технику. Там мы сможем больше профессионально выполнять свои завдания за призначение. Разом до перемоги! Слава Украине! Героям слава! Друзья, как вы видите, подъехали новые подарочки для нашего нового збору для ССО. Мы собираем на РЕП-станции как штурмовые, так и окопные. Это, как вы видите, уникальный лот. В 15 тысяч гривен мы его разиграем. Это тубус от РПГ. Колонка. З пультом, зарядкой. Все, как должно быть. Также у нас есть гильзы от кулемета. Гильза большая от снаряда. От кулемета от 100 гривен розиграем. От снаряда от 200 гривен. И вот такой тубус от какого-то калибра от 1000 гривен. Донатимем. Скидаем мне скрины про донат в особистом и получим номерки на розыгрыш. Друзья, приближаем победу вместе. Слава Украине! Много будет. Пара ломтиков вполне достаточно. А вот это мы сами съедим. Как видите, это из дамасской стали. Это очень дорогая. Но дамасская сталь ржавает. Очень быстро. Поэтому есть свои моменты. Но он очень острый. Потому что там очень много шариков складывается. Потом переверкается. И, ну, типа, из него уже коется ниж. Дуже крутий, но я его не купую, потому что он непрактичный. Это больше, знаете, для понтев. Да, для понтев, да. Ну, и как раз в репортуаре этого Ганькишира. Отправляем сало в кастрюлю. Посумеется, вы можете взять такое копченое сало, какое у вас есть. Можно и вовсе обойтись растительным маслом. Теперь у нас есть время, чтобы разделать утку. Дело в том, что я не собираюсь ее всю класть в бульон. Слишком жирно будет. Мы положим бульон только... А мы думали, что ты все покладаешь. ...к те части, где практически кушать нечего. Это в последней фаланге крылышек. А ножку, да такую ножку можно даже съесть и холодной. Порезать будет знатная закуска. Ну что-что, но качка в него действительно вышла хорошо. Не знаю, как по вкусу, не могу сказать, но по виду действительно достойно. Это тоже бульон. А крылышко тоже можно съесть. Но самая ценная часть утки – это грудка. Я бы не сказал. Мені грудка не дуже подобается. Мені більше смакує ніжка. Вона більш соковита, має такий більш насыщенный смак. Грудка, вона така, знаете... С ней нужно играться, чтобы приготовить ее с соковитою и смачною. Но в основном вона чемусь суха у всех выход. О! Пора шкварки доставать. Любители готовить плов знают, что сделать с этими шкварками. А нам пора опускать в кастрюлю лук. Ну, если у меня температура очень высокая, нужно немного скинуть. Но то, что он кидает первым лук – это уже хорошо. Из хвоста утки я удалю железы. Потому что многие не любят утку из-за сильного запаха. Так вот, весь этот запах, он вот здесь, в хвосте. Удаляем. Остав утки несет на себе еще достаточно мяса. Чтобы было сразу его не видалити перед тем, как ты коптил. После того, как оно поварится для бульона, мы его снимем с костей и используем в супе. Ну вот, отличные запчасти для бульона. Однако пора морковь закладывать. Я в этот раз не жарю слишком сильно лук. Мы готовим русское блюдо, не узбекское. Поэтому вот этой степени зажарки лука фактически первой, если бы мы готовили плов, вполне достаточно. В чем разница? Ну, типа, цибуля смажется для того, чтобы она была смачной. Правильно или нет? Тобто, если ты ее смажешь и она недостатньо смачная, або недостатньо обсмажена, ну, то, типа, тут надо досмажить. Это немного не про то, понимаете? Причем, то, что там за перебрявок кухня, то мне взяли на нее по барабану. А я говорю, например, про нашу, проукраинскую кухню. Типа, ну, вы же понимаете, вот смажете вы цибульку, бачите, что вона такая бледовата, то еще и досмажете, чтобы она была золотистая. Ну, это больше про это. Однако морковь пожарить надо хорошо, чтобы запах жареной моркови ощущался достаточно явственно. Можно добавить сельдерея, можно добавить корень петрушки, все то, что полагается добавлять в бульон. Ну, в принципе, если у вас есть только лук и морковь, то этого тоже уже вполне достаточно. Морковочка обжарилась, теперь очередь томатной пасты. Ну, морковка там еще не обжарилась, честно говоря. Томатную пасту, я надеюсь, вина крема обжарить. Немного. Пока одну ложку. Понятно. Как всегда в том жиру то все обжарить, ну, толку ніякого. По факту он просто ее прогревает. А ее надо обжарить на сухой сковорице, для того, чтобы она карамелизовалась, томат раскрылся, и действительно было смачно, и колор был чудовим. А сейчас он просто ее, ну, типа, прогревает. И толку ніякого, честно. Оно уже все одразу зъеднуется. Моркова забирает на себя смак цибуля. И пасте обязательно необходимо дать прижариться. А в нем она приваривается. Надо, чтобы она изменила свой вкус. Здесь была одна крупная луковица. Пара средних морковок. А теперь я беру один стакан. Грамм двести квашеной капусты. При чём квашена капуста до солянки? Кто мне объяснить? Питание для знатоков. При чём квашена капуста до солянки? Вона туди не має йти. Можливо там в капустняк? Так. В их щи? Так. Но не в солянку. Это уже точно не солянка. Это просто суп с дорогими мясными продуктами. Ось и все. Капусту необходимо тушить, пока она не потеряет свой хруст, пока она не обмякнет и слегка не изменит свой цвет. Только капусту необходимо именно тушить, а не жарить. И для того, чтобы она тушилась, я сейчас подолью немного рассола. Я запланировал, что на кастрюлю солянки у меня уйдёт стакан рассола. Это рассол от огурцов. Но пока возьмём только половину. Ну, такой будет себе ядрёный смак, честно вам скажу. Еще стакан того рассола, еще огурки в него о квашене. Я не знаю, треба чим всё будет перебивать, уравнивать каким-то цукром. Потому что будет очень кисло, насыщенно кисло. Рассол уже упарился, а капуста еще не готова. Добавлять все больше рассола опасно, как бы не пересолить. С другой стороны, в солянке должен быть томат. Да, мы отправляли туда ложку томатной пасты, но протертые помидоры, это совершенно другой продукт, с совершенно другим вкусом. То так, но если правильно сделать томатную пасту, то она даст свой смак обовязково. Додавать еще томат, ну, как на меня, то уже лишний. Чтобы солянка получила красивый цвет и хороший запах, одних помидоров маловато. Я добавлю паприку. Если есть паприка копченая, она в солянке будет очень уместна. Примерно столовая ложка. Ну, тут дед правый, я с ним согласен. Я також полюбляю копченую паприку. Я бы ее, ну, вот, як бы я готовил, я бы також ей додал. Але в солянку, а не вот в такие. Хотя я не памятаю, додаваю я в солянку свою, напевно, что не додавал я копченую паприку, але в борщ додавал. Осторожно, после добавления паприки ни в коем случае нельзя пережаривать овощи. Надо к ним постоянно добавлять что-нибудь холодненькое. Например, соленые грибы. Опята. Вот, как бы он вот так залишил на этом этапе. Там капуста, грибочки. Уже было бы вкусно, супер, можно есть без проблем. Нет, он на том не остановится. И он еще удорожчает, удорожчает, удорожчает эту солянку. То это получается не солянка, а, я не знаю, она будет стоять, как черная икра. А вот белые грибочки, хоть они и без того мелкие, я порежу на половинки. И в кастрюлю. Ну, наклейку можно было бы злоточка и клеить снизу. Об этом блюде споры идут. Кто-то его называет селянкой и говорит, мол, его готовили только помещики. Только у помещиков могло быть столько разносолья, столько всяких заготовок, копченостей. Но я хочу указать, что и раньше, и сейчас в города свозили все, что давали окрестные села, да еще и из-за границы какие-то разносолы привозили, деликатесы привозили. Поэтому я абсолютно убежден, что блюдо следует называть именно солянкой. А название его происходит именно из-за того, что в нем активно употребляется соление. Скорее всего, это блюдо... С одной стороны, попку отрезал, заметили? А с другой, ну, что-то заговорился, напевно, он больше говорит, чем готовит. Он не отрезал. Сейчас, побачиваю, он кинет эту попку туда, или нет. Готовили на другой день после каких-то приемов, когда на стол ставили. Все туда скинул, с попками, с усеем. Нормально. И так все идет. И все. Вот поставили на стол все. И соленые огурцы, и грибы, и оливки, и каперсы, и различные копчения, и куда потом все девать? Обратно по бочкам раскладывать? Э, нет, сметливые повара придумали готовить из этого знатный и очень уместный для второго дня после праздника суп. Огурчики порежем так же мелко, как и остальные продукты. Вот и огурчики в кастрюлю, в пассеровку. Некоторые предпочитают закладывать их уже в бульон, не пассеровать. Наверное говоря, можно и так, и так. Вы выбирайте, что вам больше придется по вкусу. Ну, очень грубая фракция. Морква вот такими кубиками, огурчики вот такими, грибы. Вообще не знаю. Ну, это точно не солянка, но и на суп не очень схоже. Это какой-то грагун, наверное, с огурками. Но чтобы смазать огурчики, ну, это правильно. Для того, чтобы пришел это интенсивный, насеченный смак. А все другие смаки, они стали более таки равномерные и равненькие, но насеченные. Друзья, а сейчас самый час поставить вподобайку этому видео, подписаться, а также написать комментарий с 8 слов. Все это для просувания моего канала и украинского ютуба. Спасибо. О, пошел крепкий пряный дух настоящей, хорошей, добротной русской кухни. Пора заливать воду. Откровенно сказать, вот эти все запчасти от утки можно было бы давным-давно сварить в отдельной кастрюле и получить готовый бульон. Но можно и так, как мы сегодня, заливаем воду, а потом опускаем части утки для того, чтобы получить бульон. Вот так и хорошо, ведь еще и утка должна поместиться до немного копченого мяса. Ну мало води, можно было больше додать, оно же мое развариться и взагалі. То, что он сейчас кинет там на 20 минут эту копченую качку, ну оно ничего не даст. Уже би зварив нормальный бульон на этих кистках. Параллельно можно было бы это все обсмаживать и потом долить и уже на нем приготовить. Потому что там, если готовить долго, то там морква, цибуля, то все, оно просто в кашу превратится. В будущий бульон необходимо добавить традиционный лавровый лист и перец горошком. Нет, он все-таки кинув горошек целый в суп. Что сказать, тут вот этим кроком все сказано. Ну на что додавать этот перец горошек? Я говорю про это каждый раз, и каждый раз, хоть бы раз, и я увидел, что кто-то его не кидает. Ну разве что? Ну киньте меленький, да и все, и он разъедется. Потом же из этих горошек кому-то попадется. Плюс лаврушку можно было бы прогреть, чтобы был насыщенный смак. Еще и перцы стики. Ну наши стики то перцы то горошка перца то наши стики. Не знаю, насколько по вкусу придется вам, если добавить в солянку несколько можжевеловых ягод. Мне они кажутся вполне уместными. Зато на мой вкус очень хорошо добавить в солянку парочку острых узбекских перцев. До тех пор, пока они остаются целыми, острота из них не выйдет, только запах. Ну по факту это все будет очень насыщено. Это будет непогано. Но это, по-перше, ну никакого отношения до солянки нет. Эти перцы то все. И плюс, ну вот сама текстура, розумієте. Если бы он сварил этот насыщенный крутий бульон из кисток, надав туда вот эти все там можжевеловые ягоды, там чили, лаврушку, перец. Все наварил, зробил классный такий копченный насыщенный бульон. Взагалі, питань вот взагалі бы не було до цього, але наразі... Порежем мясо. Это у меня пастраями из говядины. То, что мы делаем дома в качестве мясной заготовки. Это мясо уже готово к употреблению. Вариться ему долго не следует. Но тем не менее и это мясо способно дать бульону кое-что особое. Мясо нарезаем кубиками размером соливку. И мясо тоже отправим в кастрюлю прямо сейчас, пусть все вместе покипит. Кажется, солянка получается очень густой. Ну, что поделать, так у меня руки устроены. Ну да, так и сказать, что ты просто не умеешь готовить солянку. Готуєш и так, от себя тяну. То тоді, в принципе, все ок. И то на суп це уже мало схоже. Схоже на більше якесь мясо с подливкой, с грибной чашок. Собственно говоря, с остова здесь снимать особо нечего. Вот эту шкурку, утиную шкурку. Некоторые любят, некоторые ее, наверное, откажутся есть. Но я точно знаю, что утиная шкурка, это очень вкусно. Только посмотрите, какое мясо получилось утиное. Оно уже получилось довольно серым, довольно сухим. И это неизбежно, потому что оно слегка переварилось. Зато бульон получил ровно то, что необходимо. Что касается утиного мяса, то у нас его довольно много вот здесь на блюде. Причем оно находится в наилучшем, пожалуй, для утятины состоянии. Посмотрите, какая. Сухая, какая она может быть. Да такой уточкой могут гордиться мишленовские рестораны. Эти ломтики мяса можно и в суп положить. Можете, но, слава Богу, они уже за перебрика пошли. Тому только мишленовские могли бы гордиться, напевно. Но не за перебрика. А можно и рядом подать. Будет тоже очень вкусно и хорошо. Хорошо, очень хорошо. Пора попробовать соль в супе. Музыка Да, то, что ты снял зараз, то жир. И, типа, жир, он сам по себе будет не солен. Тому требовало нормально зачерпнуть снизу, чтобы действительно попробовать, какой оно на смак. Хорошо, очень хорошо. И ведь я ни грамма соли еще не добавлял. Может быть, суп-то... Хорошо, очень хорошо. А соли я еще не добавил. Так как это может быть хорошо, если ты же соли надавал? Значит, это не хорошо. Сам по себе и требует немного соли. Но ведь у меня есть еще полстакана рассола, который сделает бульон еще задорнее, еще крепче. Музыка Да, да, может все-таки бы соли додать, чтобы дать натуральный смак и поднять все другие смаки, а не чтобы добавить соленокислый рассол. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. Там топові книжки відомих топових шефів. І Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларус Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робешона, топового шефа французького. Тому пишем мені в Instagram в особисті «Хочу», і я відкрию вам доступ до своей бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. А оливки? Ведь і вони дадуть слегка солений і пряний вкус. Я їх резать не стану, тому що вони і без того, ровно того размера, як мені нравиться. Есть ще один інгредиент, без которого солянка точно не солянка. Це каперси. Це точно не солянка, так що можна було його і не додавати. Ще не дорощувати цей суп. Возьмеш їх в саму маленькую баночку, а вкус придають специфический, неповторимый. Ну що? Кажется, все готово, можна подавати. Ось в Баку живуть дуже милі люди, дружелюбні, гостеприємні. Однак, коли в ресторан приходять, потихонечку візьмуть, перевернуть тарілку, да і посмотрят, какой вона марки. Я теперь сотрудничаю с компанией «Вилмакс». Отлично. Тому вже зрозуміло, що ти з ними сотрудничаєш, і вони тобі забачляли за то. Це нормальна історія. Рекламні колаборації мусить краще, ніж деякі інші персонажі рекламують горілку і пил. Тому, в принципі, ок. Я також цими тарілками колись користувався в ресторані, тому вони непогані. Фарфор. Посмотрите, какая красивая посуда. Ну що, пора наливати. Знаєте, що мене трошки підхавує? Тому що він постійно ці супи, знаєте, так, по багатому подає в цих супницях. Ну, наприклад, я не разу так не подавав в цих супницях. Навіть, до речі, хто в супницях так теж подає? Цікаво пишати, скільки нас таких зібралось. І, бачите, по консистенції вона дуже густа. Дуже. Вона більш схожа до якогось дорогого якогось чи що. А ведь многие уже забыли, що суп на стол полагається подавати в супниці. І ще м'ясо додає. Тобто, якому зараз мало, він ще додає. Однак і в тарелку не помішає навіть. Ось так от. А ви думали, що Сталік – це все про плов і шашлик? Нічого подобного? Ні, ми знали, що Сталік це прохрючило. Тому ти зараз то і підтвердив. Ну, хоча по факту, по факту, вийшло непогано. Але з таких інгредієнтів, з таких просто, копчена качка, пастрані, гриби одні, гриби інші. Ну, як можна з такого приготувати щось не смачне? Тут самі по себе продукти смачні, розумієте? Тут навіть якщо він солі не додав, то в принципі воно ще, ну, можна їсти, так? Але ясно, що якщо додати дрібку любові, додати солі, зробити, ну, зізнанням діла і зробити дійсно солянку, а не оце все, що він там накидав і назав солянкою, то можна зробити смачніше. Хоча наразі, ну, типу, так як в нього досвіда дійсно багато, продукти в нього були дуже дорогі, вийшло непогано. Друзі, ось таке вийшло відео. Напишіть в коментарях, як вам, чи приготували ви такий суп. Я би, напевно, і приготував би, якби в мене була така копчена качка і такий набір продуктів. Питань немає. Але я певний, що не кожен день і не в кожного вони є. Тому стараюсь готувати рецепти, які для вас будуть більш зрозумілі, і щоб їх міг відтворити кожен, а не тільки подивитись. Тому що для мене важливо, щоб ви не тільки дивились, а і повторювали, і готували разом зі мною. Тому переходьте в мої розділи, там де я готую для вас смачні страви. І українські, і європейські, і тайські. Я думаю, що ви вже їх готували. І мені дуже приємно, що ви пишете відгуки, що там готувала, стала краще готувати, завдяки вам почала готувати. Мене це дуже тішить. Тому, друзі, продовжуємо готувати разом. Пишіть ваші коментарі, побажання, що б хотілося б я приготував, кого б прокоментував. Обов'язково не забувайте продонати, тому що без донатів нам і всім нашим хлопцям, які там, дуже важко. Тому всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф. Папа!